Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский И сегодня я расскажу вам, как я сходил на фильм Эдгара Райта Малыш на драйве Расскажу о своих впечатлениях фильма Поставлю ему свою оценку И скажу, идти вам на него соответственно или не идти Если это вдруг кого-то волнует, мое мнение Я, с вашего позволения, избавлюсь от атрибутики Вы уже поняли, что я так закосил под главного героя фильма Если кто смотрел хотя бы трейлеры На этом хватит Посидел, ни хера не видно, ни хера не слышно даже самого себя Нахуй оно мне надо В общем, прежде всего, о чем бы хотелось поговорить Это о моем знакомстве с фильмами Эдгара Райта Мне, по-моему, спрашивали на стримах несколько раз про них И я всегда говорил одно и то же Что фильмы, несомненно, крутые Вот Скотт Пилигрим против всех Зомби по имени Шон, конечно же Вот, ну, Прокопов мне не очень понравилось Кинцо, но там у него вроде еще какие-то крутые есть В общем, Эдгар Райт А, про Конец Света у него был крутой фильм, вот Эдгар Райт, этакий мастер визуальной комедии Я видел даже вирусный какой-то ролик Типа пример аудиовизуальной, короче, комедии На примере, ну, типа Эдгара Райта Что показывает прям, как у него все мастерски, продумански И вообще, что у него каждая какая-то хуйнюшка в кадре Работает вообще на атмосферу На создание, как вот этого такого Ну, какого-то образа художественного, который он рисует С этим, блять, я спорить не буду То есть, я не буду сейчас, как в обзоре на фильмы Нолана Последние выпендриваться и говорить, что я не согласен с большинством Я здесь однозначно согласен Эдгар Райт, мастер Маэстро, блять Гений, как это, не знаю, еще назвать Чтобы вы отъебались Но! Но! По сути Что он делает со своим гением? Он его нам демонстрирует Через, вот Как это сказать Такие крутые визуальные фишки Во время фильмов И этим, малыш на драйве Полон просто, блять С ног до головы Вообще, вот Даже всякие операторские приемы Я, вы знаете, не бэткомедиан Не особо люблю приглядываться Но вот Какие-то фишки, когда камера, типа, следует Вот они что-то на доске чертят И она движется, типа, так Потом назад, так, потом назад И, типа, показывает Сложно объяснить, короче Но! Это все настолько охуенно, что тут даже докапываться Бессмысленно Фильм, как учебник, блять Вот, как учебник Он и воспринимается Он Показывает режиссерам Может быть, даже нашим Российским режиссерам Как Можно И нужно Снимать кино Но Как и учебник Малыш на драйве Совершенно как-то Я не знаю Не затягивает, что ли Ну Вот Затягивает на уровне Реально интересного учебника Когда там Про Римскую империю Читаешь О, нихуя они дерзкие были Че там И вот тебе какой-то Короткий отрезок времени Интересно А потом Сразу опять хуйня Ну и Также здесь Сюжет Понятно Типа парень Мафия Гоночки Злой босс Хороша Черт возьми Даже Группа Фокус Есть Одна из Финальных Перестрелок Звучит Под Хокус Фокус Которая Lilj certification Ну вы поняли, короче, люблю прогрессив рок. Вот, саундтрек безупречен. Вписано к саундтреку всё настолько охуенно, что у меня возникает сомнение, может ли ещё кто-то делать. То есть, все выстрелы, все повороты, виражи, тачки, всё идеально вписано вот прямо в музыкальное происходящее. И фильм на самом деле больше о музыке, чем о сюжете. И несмотря на то, что обычно я такой подход не разделяю, ну вспомните отряд самоубийц, да, которые перегрузили пиздатыми композициями, от которых и я без ума. Но это было совершенно, блядь, просто мешанина из говна совершеннейшая. Или Стражи Галактики, где я нахваливал, типа, что, ну, саундтрек всегда отражает дух происходящего на экране. Ну так вот, блядь, Стражи Галактики, их саундтрек просто сосёт по сравнению с тем, что есть в малыше на драйве. Прямо каждое, блядь, переживание героя, каждое, блядь, вот это всё чувствуется через музыку. От, блядь, волнения, любви до, собственно говоря, драйва, блядь. И это, конечно, круто, да. Но в Стражах Галактики, помимо вот этого саундтрека, был очень трогательный, какой-то животрепещущий сюжет. Персонажи были, некоторые были какими-то смешными, некоторые были наоборот, как-то вот проявляли подлинку, как, ну, вы поняли кто, я не буду спорить. Стражи Галактики 2, это всё-таки у нас не про это обзор. И хотелось сопереживать всем этим персонажам, тогда как у Эдгара Райта просто аудиовизуальное нагромождение крутизны. Типа, главный герой крутой, у него, конечно, есть своя история драматическая, у него погибли родители. Но, блин, это, нам непонятно, как это отпечатывается на персонажа. Он просто ходит, он крутой, типа такой, слушает музыку, водит и принимает крутые решения. Я не знаю, снимать такое в 2017-м, если бы не все вот эти вот фишки Эдгара Райта, которыми он перегрузил, ну, не то, что перегрузил, но грузил в хорошем смысле фильм, то этот сюжет совершенно, ну, говна бы не стоил, блядь. То есть, нет никаких интересных поворотов, твистов, нет даже вот какого-то таких кульминационных событий. Просто все, одна история заканчивается, потом начинается, как бы, история с девушкой, и потом, естественно, они переплетаются в одну. Что из этого выйдет? Смотрите в развязке. Да, блядь, всем понятно, что из этого выйдет. Честно говоря, вот я сначала, когда пришел, до того, как полез в рецензии, я уже знал, что поставлю 7,5 этому фильму. Я открыл кинопоиск, уже потом, и там 7,5, ну, где-то приблизительно так, и я подумал, ну, блядь, ну, наверное, это самый проходной фильм Эдгара Райта. По идее, вот я смотрел, ну, Скотт Пилигрим против всех, это же охуенный фильм. Кто ему может ставить ниже, там, восьмерки, блядь. Открываю. Кинопоиск Эдгара Райта там ставит на всех его фильмах приблизительно 7,5, 7,2 даже, вот так вот, 7,5, 7,2. И мне кажется, что в данном случае, вот это предельно точно отражает то, что у него, получается, вроде охуенные фильмы, которым не поставишь, меньше 7,5. Но вроде не получается ничего такого, за что можно поставить больше 7,5. Повторюсь, это не касается Скотта Пильгрима, я бы ему поставил, блядь. И 9, но всё-таки, вот эти все остальные фильмы, зомби по имени Шон в том числе, ну, вот их интересно смотреть, и круто, и круто вот эти все вот такие моменты, как они пьют, как они двигаются, как они... Всё продумано до мелочей, как, блядь, замок, нахуй, из стекла, прям, всё прекрасно, но замок совершенно пустой, в нём ничего не живёт. Все эти персонажи, блядь, из Саймона Пега, они какие-то такие, мя, плоские. Всё окружение, оно играет вот чисто на визуальный ряд, на, ну, на то поле, на котором Райт умеет себя проявить. Как мне кажется, для топового фильма, который бы и на МДБ, и на Кинопоиске собрал бы там десятку, ему не хватает какого-то своего режиссёра, что ли? Ну, я себя не предлагаю, нет, не надейтесь, ну, просто кого-то, кто наполнит, блядь, каким-то смыслом и трогательностью вот эту всю суету, потому что всё, снимает он охуенно, вообще, вот, ну, блядь, ну, супер, очень круто. Может, круче него, скажу только, что Тарантино снимает, в плане вот этой всей визуалки, вот, ну, прям вообще, охуеть. Но, нет души во всём этом, ну, малыш на драйве, под крутую музыку крутой парень, знакомится с тёлкой, ссорится с бандитами, потом катается, катается, и в итоге уезжает в закат. Ну, блин, это, честно говоря, вообще никаких эмоций у меня не вызывает. Просто сидишь, слушаешь крутую музыку, смотришь на тачке, ну, я думаю, что это уровень Форсажа, типа, по сути, походить на фильм, чтобы сидеть, слушать крутую музыку и смотреть на тачке. Но, в отличие от Форсажа, это смотрибельно. Я бы посоветовал вам сходить, не имея больших надежд особых, это, конечно, не лучший фильм года, и даже, наверное, не в топ-3 лучших фильмов года. Но, учитывая, что сейчас, кроме него, можно сходить, разве что, на бабушку лёгкого поведения, с Александром Ревой, я, наверное, всё-таки посоветовал бы сгонять на малыша на драйве. Обязательно в зал с хорошей акустикой, где всё долбит, сурраунд, вся хуйня, с друганами, с попкорном, пивка можно взять, если вы совершеннолетние, и посмотреть от начала до конца. Но всё равно, блядь, семь с половиной, потому что я говнистый. Это был блог Хованского, надеюсь, что вам понравилось, если понравилось, ставьте лайки, пишите, на какие фильмы ещё сходить, потому что делать мне особо нехуй. Вообще, всячески, комментируйте, подписывайтесь, и... Блин, я хотел руль взять для ролика... Проебал!